Майкрософт Украина Вы, наверное, ожидали увидеть только Windows 7. Поверьте, нет. Мы сегодня говорим об эффективности. Сегодня бизнес-реальность намного жестче и сложнее, чем когда-либо это было. Сегодня мы говорим про перезагрузку бизнеса, про экономическую перезагрузку. Бизнес ставит перед собой жесткие требования эффективности. Эффективность персонала, эффективность бизнеса. При этом компания стоит перед задачей максимизации дохода при минимальных расходах. Урезается все, что не приносит дохода. Это реальности сегодня. Если мы сегодня говорим при этом задачи, которые стоят перед IT-педразделениями и IT, это куда инвестировать и как должно работать IT с точки зрения эффективности. Давление еще усиливается ряд факторами, которые присутствуют сегодня на рынке. Первый и, пожалуй, довольно интересный, это то, что IT становится потребительским. Потребительское отношение к IT. Звучит грубо, но реально. Молодое поколение сегодня не представляет себя без интернета. Оно выросло в интернете, оно общается в интернете и, приходя в компании, оно ставит перед руководством компании, перед IT-департаментами требования гибкости и профессионализма IT. Они не будут больше принимать те условия, которые были раньше. Они требуют все то, что у них было дома, все то, что у них было в университете, на рабочем месте. Они это требуют. И если сегодня мы не сможем это предоставить, они это сделают сами. Второй вопрос, который тоже возникает, это мобильность пользователей. Большинство сегодня пользуются мобильными телефонами, коммуникаторами. Сегодня большинство рост нетбуков, колоссальный в мире, все становятся мобильными пользователями. Соответственно, становится еще один фактор давления. Мобильный пользователь хочет работать где угодно, когда угодно и работать с данными компаниями, которые ему необходимы. И третье, это безопасность. Безопасность и требования, которые введены сегодня в мире. Первое, безопасность. Департамент правосудия в Соединенных Штатах оценивает более 60% бизнеса, сегодня подвержены кибератакам. Уже Украина столкнулась с этим в августе этого года уже публично. До этого это была информация, о которой предпочиталось говорить в кулуарно. Сегодня серьезная киберпреступность атакует коммерческие компании, публичные компании, общественные компании, политические партии. Сегодня требования к IT-безопасности высоки как никогда. И второй аспект. Все экономические изменения повлекли за собой определенные требования регуляторных органов, финансовых органов и так далее. Поэтому урезание затрат не спасает IT. Сегодня вы все столкнулись с тем, что сначала к вам пришли и сказали, давайте урежем затраты, а потом сказали, давайте уволим много сотрудников, а потом начали задаваться вопросом, как их всех вернуть, при этом добиться эффективности бизнеса. Поэтому сегодня мы говорим о новой эффективности. Эффективности, которая не ограничивается только затратами, а говорим об эффективности, которая в первую очередь состоит из продуктивности сотрудников, продуктивности IT-департаментов, и второе, инновации, которые внедряют IT-департаменты, и инновации, которые позволят сотрудникам компаний реализовать свой потенциал. Поэтому вот это вместе объединение продуктивности, инновации и уменьшение затрат, мы говорим о новой эффективности. Поэтому вопрос стоит, как сделать больше с меньшим. Соответственно, что можно предложить, как же управлять меньшим. И вот здесь мы говорим такими большими мазками, о которых сегодня мои коллеги, наши партнеры будут говорить. Это в первую очередь упрощение IT. IT-инфраструктура должна быть упрощена. Второе, повысить эффективность работы, поддержки. Сегодня 40% запросов, которые получают IT-департаменты, это базовые запросы, на которые, в общем-то, можно автоматизировать процесс. И третий аспект, это увеличение автоматизации. Сегодня продукты, которые мы выпускаем, позволяют автоматизировать большинство процессов. Автоматизация процессов позволяет освободить ресурсы ваших специалистов, ваших гениальных ребят, чтобы они реализовывали новые сервисы. И последнее, это, конечно, консолидация серверных ресурсов, связанная с экономией площадей и связанная с экономией электроэнергии. Последнее. Как же сделать это все больше? Как сделать больше? Ну, больше, это, в первую очередь, конечно же, предоставление новых сервисов. Сегодня, чем больше сервисов предоставляется конечному пользователю, тем эффективнее он начинает работать. Это доказано украинскими компаниями, которые сегодня внедряют новые технологии. Второе, это обеспечение эффективного доступа к информации. Сегодня мы все работаем с информацией. Сегодня вот кулуарно я общаюсь с партнерами, которые внедряют в разных компаниях решения. Мы говорим о том, что те знания, которые дает информация, позволяют увеличить доход компании, позволяют сократить затраты, позволяют обнаружить места, о которых никто не знал, где появляется новый доход компании, или доход государства, или других структур. Это оптимизация бизнес-процессов. Сегодня немногие компании в Украине внедряют документы обороты. Тенденция есть хорошая, но она еще недостаточна для того, чтобы документы обороты начали работать, и бизнес-процессы автоматизировались. Поэтому последнее, да, это два аспекта. Безопасность и работа из любого места в мире. Сегодня, как я уже говорил, большинство сотрудников хотят работать из дому, из аэропорта, из кафе и так далее. Сегодня мы говорим о новой эффективности, новой технологии, новом подходе. Поэтому путь достижения новой эффективности, в частности, в отношении IT-департаментов, IT-организаций, это оптимизация IT-инфраструктуры, о которой мы говорили. И мы опять же говорим о компании Microsoft, которая выводит программные продукты, которые предоставляют знакомый интерфейс, обычные правила пользования, это безопасность, надежность, взаимосвязь с другими продуктами, взаимодействие и также возможность реализации решения доступа сотрудников к информации. Поэтому приветствуем. Microsoft запускает новую эффективность с нашими продуктами. Это новая операционная система Windows 7. И здесь я бы хотел сказать, что вчера новость, которую я получил, она пришла из Великобритании, предзаказ на Windows 7 на Амазоне превысил заказы и продажи последней книги Гарри Поттера. Для нас это довольно серьезно. Это вера потребителей, вера бизнеса в наш продукт. Я бы хотел отметить, что сегодня ряд компаний уже внедрили Windows 7. Это такие компании, как Метинвест, это ДТЭК, это корпорация ИСД, индустриальный союз Донбасса. Эти компании уже сегодня внедрили Windows 7. Опять же, почему? Казалось, мы запускаем сегодня. Это преимущество соглашения Enterprise Agreement для корпоративных заказчиков, потому что, как правило, им продукты доступны намного раньше, им продукты были доступны на два месяца раньше, чем сегодня официальный запуск, потому что это самый лояльный наш клиент. Windows Server R2, 2008 R2, интересный функционал будет сегодня показан. Exchange Server 2010 – это новый подход к коммуникации, это интеграция с телефонами, это новый функционал к работе с почтой. Опять же, все сотрудники Microsoft обожают этот функционал, один из которых, например, возможность отслеживания conversations или разговоров, тем самым уменьшая объем почты в вашем почтовом ящике. Как же можем обойтись без средств управления и безопасности? Forefront и System Center. Сегодня мы запускаем эти продукты. Сегодня мы рады, что вы здесь, что сегодня вы увидите. Мы уверены, что эти продукты найдут своего потребителя, найдут вас, и мы очень надеемся, что вы с радостью поверите в Microsoft и его новую эффективность. Спасибо. Продолжение следует...